всем снова привет вчера выложил видео про резак возникли вопросы почему не записал видео как он режет на самом деле я честно сказать наверное да тупанул но для меня ничего необычного и в принципе все как предполагалось так она и работает давайте покажу и заодно сделал обзор на станок который еще не до конца готов но материала копится очень много и не хочется затягивать видео потом и так вот пластиковая бутылка от кока-колы она неусаженная и как обычно отрезается хвостик причем тоненький хвостик делать не обязательно потому что это будет конец прутка нужно сделать его диаметром 2 2 с половиной ну шириной 2 2 с половиной миллиметра чтобы он мог без проблем на эту дырочку залезть и дальше было за что тянуться попробую одной рукой заправить станок вытаскиваем потихонечку проставочка сейчас номер 6 продеваем сначала сюда давайте сейчас на паузу нажму и двумя руками продену ну вот зафиксировал пруточек ну лен кусочек ленты на катушке дальше делаем потихонечку чтобы она начинала наматывать главное сделать виток чтобы кончик не соскочил одной рукой естественно не очень удобно но тем не менее вот все режется естественно что можно добавить 10 косячок небольшой на это от того что я не придерживаю можно добавить скорости она пошла резаться я сейчас придерживаю бутылку руками если я сильно надавлю на ней они будут сильно давить рифленности огибаются бутылка не выровнен если бы бутылка была ровной можно было бы даже скорость больше сделать потом когда бутылки ровные можно прямо на максимальной скорости и это щит с такими рифленностями со скоростью со скоростью лучше не жестить так что так что так что Продолжение следует... Готово. Остается такой. Этот кончик нужно заделать для заправки сюда, в фьюзер. И после этого приступить к процессу переработки. Давайте покажу как. Ну вот заделал я конец бутылки. Проделал его вот в такой фиксатор. Давайте сейчас пока станок покажу. Все по стандартной схеме. К бобине привязан тросик. Тросик привязан к такому вот зацепу. И как показывает практика, очень удобно. Новый станок имеет механизм расцепления шагового двигателя от всего остального. Соответственно он реализован вот так. Ну то есть клювик, который может на 45 градусов отодвигаться. И он соответственно расцепляет. Шаговый двигатель отводит от второй шестеренки. В этот момент можно подтянуть до натяжки этот тросик. Снова зафиксировать. Ну и пустить на переработку уже. Все, он пошел. Почему? Ну соответственно для того, чтобы реализовать вот эту вот смотку-размотку с помощью этой катушки. Мне и понадобилось изготовить станок, который умеет расцеплять. Отодвигать шаговый двигатель от основного механизма. Если бы этого не было, то нужна была бы синхронизация размотки бобины и намотки вот этой бобины. А так оно самостоятельно сматывается и сматывается. Идея этого станка естественно взята от Роберта. На форуме в ветке уже с полгода назад, с год назад она была показана. Но оригинальная конструкция Роберта мне не очень подошла по одной простой причине. Исходя из своих надобностей, Роберт строил станок так, что у него передаточное число редуктора составляло 130 с копейками. Ну 130 с копейками. Проблема в том, что двигатель, поскольку пруток должен вытягиваться. Ну я эфемерными своими наблюдениями вычислил, что он должен двигаться со скоростью где-то 2,5 мм в секунду. То при редукции 130, это в 7 раз быстрее, шаговый двигатель должен был крутиться, чем в оригинальном пэтпуле. И проблема как раз состояла в том, что если ты его заставишь крутиться в 7 раз быстрее, он выходит на такой режим, где очень сильно чувствуется резонанс. То есть весь станок начинал дрожать, громыхать, и мне именно это не понравилось. Поэтому я решил в моем оригинальном пэтпуле, коэффициент редукции составляет в районе 30, я решил его просто увеличить вдвое до 60. И тем самым, не выходя на вот этот вот рубеж дребезга, у меня станок протягивает вдвое большим усилием. Ну и он не шумит, соответственно. Плюс можно поиграться, чтобы дополнительно еще меньше сделать шум, можно теперь снизить ток драйвера. И станок делается даже еще тише, чем оригинальный пэтпул. Нет противного писка. Могу сказать, что в усилии данный станок с коэффициентом редукции 60, в отличие от Роберта 130, он не потерял. Он точно так же, как и станок Роберта, в случае чего рвет пруток. То есть он достаточно мощный. Были показаны варианты отвода вот этого двигателя. И, как правило, они были сделаны с той стороны. Это приводило к тому, что в рабочем режиме вот эта лапка, которая прижимала двигатель, она отщелкивалась. То есть ее принудительно надо было туда либо резиночку кто-то навязывал, еще что-то. Я сейчас ее сделал так, чтобы она наоборот прижималась. Тогда, когда пруток тянется, вот эта лапка пытается прижать наоборот двигатель к ведомой шестерне второй вот этой. Поэтому так получилось очень удачно. В принципе, работает механизм без нареканий. Очень мне нравится именно такое исполнение. Шестерни были переработаны полностью. Ну, то есть они не совместимы ни с Подпулом, ни с Робертом Са. Они нарисованы с нуля. Что еще было сделано? Ну, вот тяги, которые стягивают станок. Ну, то есть вот эти распорки, которые стягивают станок, через которые стягивается. На одной из них, вот я распечатал такую, такие два выступа. В них укладывается пруток, когда сматывается с бобины. Также сейчас проект еще пока не выложен, но уже, в принципе, основная часть работы сделана. Я его скомпоную для того, чтобы там, к примеру, в одном файле были все тяги, все распорки. В другом файле были все вот эти вот спейсеры, шестерен, которые задают правильное положение. В третьем была, к примеру, там, стенка, четвертый файл, вторая стенка. Ну, скомпоную так, чтобы меньше файликов было печатать и выложу. Я так думаю, что неделя-другая на это уйдет. Все это дело через подшипники, естественно. Все вот эти вот штуки, они промаркированы. То есть на них есть циферки 1, 2, ну, то есть 2, 3, 4. Вот это третья штука. Ну, то есть... Да-да-да, сейчас, секундочку. Извиняюсь, пришлось отлиться. Так, продолжим. Не помню, на чем остановились. Ну и ладно, будем надеяться, что все все поняли. Так, изменился тип крепления к станку. Вот я сейчас спроектировал вот такие ноги. И они себя очень показали хорошо. Каждая нога, она уникальна, потому что... Ну, сделана так, чтобы можно было сверху отвертку просунуть, закрепить и шестеренки не мешали. Ну, для закрепления. Вот видите, здесь. Здесь вот можно поставить. Здесь и там. Что сказать? Станок, в принципе, радует. Получился он у него... Эффективно, опять-таки. По громкости он даже тише, чем оригинальный пэдпул был. Пропал вот этот вот виск. Писк. Свои задачи выполняет. Не знаю, что еще сказать. Да. Клювик переработан. Клювик. Тоже где-то в интернете видел. Идею. Она, в принципе, не моя. Я только просто перерисовал. Распечатывается вот такая штука. В нее ввинчивается отрезок шпильки. 65 миллиметров. На верхней крышке здесь будет указано 65 миллиметров. Сейчас здесь пока 70. Но в репрозитории уже будет 65. Соответственно, наконец, можно накрутить грузик. Для того, чтобы хватало. И сработку, именно угол сработки, можно регулировать. Закручивать вот сюда вот шпильку внутрь. Или выкручивать. Регулируется угол сработки. Также были эксперименты по поводу автоматической укладки. Суть какова? Сразу скажу, идея пока не нашла. Неподтверждение, не опровержение. Что-то как-то непонятно все было. Распечатал вот такую штуку. Это аналог обоймы подшипника. Вставляется сюда. Вставляется вот так. И пруток... Сейчас вставлю, покажу. Вставляется вот так она сейчас. Как вставлено. Идея была какая? Чтобы пруток, перемещаясь по катушке, натягивал. Если у нас витки пошли, к примеру, в ту сторону, то и пруток следовал за ней. Потому что ему будет проще вниз погибать. Ну, падать. И наоборот. Когда он идет в эту сторону, ему сложнее подниматься в эту сторону. Тем самым равномерная укладка получается. Но, опять-таки, так я и пока и не проверил. И ничего не это самое. Может быть, если интересно кому-то, можете сами заняться. Что еще, что еще? Да вроде как, все. Меня, в принципе, реализация радует, устраивает. И вы уже результаты можете... Да, сразу скажу. Прямо вот таких мега преимуществ перед станком Роберта у этого станка нет. То есть, это просто другая ветка. Мега преимуществ перед подпулом оригинальным? Ну, фиг знает, да? Наверное, усилие. Усилие у него побольше. Ну, он чуть-чуть, может быть, потише. Но на него больше пластика уходит. Прямо вот я его печатал. Не знаю, кило спечатал точно. Ну, то есть, кило пока проектировал. А так на него уходит грамм 250, наверное. Ну, чтобы все распечатать. Так. Еще тут немножко доработал эту обтесывку. Добавил к ней вот такой вот край. Чтобы не летело все в разные стороны. То есть, сюда вот стружка собирается, когда он обтесывает. Тоже выложу тогда, когда время будет. Ну, что больше сказать. Вроде все уже дальше показал. Ничего больше. Переместил холодильник сюда. То есть, для того, чтобы не таскаться по всей этой доске, я сделал более компактно. Ты сразу вытащил, сразу сюда. Херок. Тоже такое. Поставил вот такой зажим, который может зажимать пруток. То есть, тогда, когда здесь у тебя уже... Ты переработал, перегнал. У тебя второй отрезок там. Ты просто берешь этот отрезок и этот отрезок вытягиваешь. Для того, чтобы спаивать. Вытянул, сюда зажал. И у тебя остаются два хвоста, которые с ними можешь работать как угодно. После того, как закончил, в одну руку берешь, отжимаешь. Чип здесь крутанул. И он подмотал уже сваренный пруток и дальше начал. Дальше начал вымотать. Ну, так тоже чисто. Упрощение. Для работы с прутком, чтобы он все время был в натяге. Ну, вроде как, все рассказал, показал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Спасибо за субтитры.